Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем читать статью из Wired. Это уже вторая часть, ссылка на первую в описании видео. Итак, I spent hundreds of hours working in VR. Here is what I learned. I wasn't thinking about such things when I got this VR headset. I just wanted to be more comfortable and relaxed while working. Sitting at the desk is the opposite of relaxed. Working on the couch feels better at first, but using a laptop always involves contortions, wherein either the screen is too close or keyboard is too far. Wouldn't it be great if I could have a screen floating before me at just the right position? Я о таком не думал, когда я заполучил свою гарнитуру виртуальной реальности. Я просто хотел чувствовать себя более удобно и более расслабленно, когда работаю. Сидение за столом – это прямая противоположность понятию расслабленный. Работа, сидя на диване, поначалу дает лучшие ощущения, но использование ноутбука всегда заставляет выкручиваться, извиваться, когда то монитор у вас слишком близко или же клавиатура слишком далеко. Разве не было бы это прекрасно, если бы у меня был такой монитор, который бы плавал передо мной как раз в той позиции, в какой мне нужно? I just wanted to be more comfortable and relaxed. Вот здесь, если переводить дословно, получается неудачно. То есть я хотел быть более удобным и расслабленным. Что это такое? О чём идёт речь? Здесь на самом деле вот это to be можно сказать иначе. To feel more comfortable and relaxed. И тогда всё становится на свои места. То есть чувствовать себя более удобно и более расслаблено. У нас лучше это наречием говорить. И далее while working – во время работы. Или когда я работаю. Можно было бы сказать while I work. Или while I'm working. И это тоже было бы правильно. Далее sitting at a desk. Обращаем внимание, что перед desk стоит a. Немножко необычно. Мы привыкли the видеть перед desk. Но здесь он говорит абстрактно. А когда мы говорим абстрактно, the – это не самая лучшая идея. Лучше или вообще ничего не поставить, или поставить артикль a. Но в данном случае артикль a – это очень правильно. Далее. Обращаем внимание, что опять же здесь у нас подлежащим является структура с герундием. То есть сидение за столом, как бы так. Или сидеть за столом. Это как нам больше нравится. Можно переводить, конечно, но при этом не нужно пугаться, что наше предложение начинается с инха. Ничего в этом страшного нет. Далее the opposite of relaxed. Вот здесь уже стоит the. Почему? Потому что у нас уточнение вот этого. Opposite. Что opposite? Здесь это существительное. Здесь это неприлагательное. И дальше у нас of – еще один симптом того, что у нас существительное. Действительно. То есть это то же самое, как если сказать it is a car of mine. Working on a couch. Опять у него подлежащие с герундием. Ну, такая ситуация. Ничего не поделаешь. В принципе, to work on the couch тоже можно сказать. Но, допустим, мы не хотим так. Здесь уже стоит couch с the. Можно ли было e поставить? Да, можно было бы поставить тоже e. Но ставить the, он автор, ему виднее. Вот здесь уже у нас стоит feels better. В принципе, то же самое, что здесь. More comfortable and relaxed, а здесь better. Здесь тоже можно было бы b поставить. Поставить s, допустим. Ну, чем плохо. Тоже было бы правильно. А далее после запятой начинается очень классная фраза, которую достаточно сложно переводить. Использование ноутбука, ну, лэптопа. Далее мы упираемся в слово involves. И если мы посмотрим в словаре, involve – это задействовать что-то куда-то. И как это понимать? То есть, использование ноутбука всегда задействует, задействует или как еще там, какие-то выкручивания тела. Ну и о чем мы? Здесь можно было бы заменить это слово means. И тогда получается, использование ноутбука всегда значит выкручиваться. Contortions – это извивание, если дословно. Кто сидел на диване с ноутбуком, все знают, о чем идет речь. Where in – вот это in можно было не ставить. Можно было ограничиться просто where. И даже можно было бы поставить when. Или же while. И далее either – ищем or. Either обычно с or употребляется. И здесь можно говорить или. Или монитор слишком близко, или клавиатура слишком далеко. Но можно сказать, как мы любим. То монитор слишком близко, то клавиатура слишком далеко. Ну, почему бы и нет? Можно и так. И далее у нас начинается условие нереальное с вопросом, в котором есть усиление с отрицанием. Ну, можно и так делать, почему бы и нет. Разве не было бы это прекрасно? А дальше условие if. И далее could have. Have надо понимать, что это не перфектный инфинитив, а нормальный инфинитив – это to have с модальным глаголом could. Классика. Условие второго типа. Нереальное условие настоящего или будущего времени. Далее, иметь монитор. И дальше можно фантазировать. Можно сказать плавающим, парящим, летающим, находящимся, нависающим. В общем, кому что больше нравится. Ну, плавающим в воздухе, я бы сказала. Ну, учитывая то, что будет дальше. И далее, передо мной обращаем внимание, что не in front of me, а before me. Тоже можно как вариант. Но, в принципе, in front of me тоже было бы правильно. И далее я немножко пофантазировала при переводе. Здесь, если дословно, прямо в нужной позиции. Ну, right, правильный говорить как-то не очень хорошо, потому что правильный – это какая-то абсолютная истина. А здесь нужный. Ну, можно needed было бы или necessary сюда поставить. Тоже было бы правильно. Едем дальше. VR desktops like Immersed put you in an environment like this spaceship or a mountain lodge or a serene forest shrine and project your computer screen before you. Stretch your screen to massive proportions if you'd like. If you want a standing desk, just stand up and take a few seconds to flick your monitors to the right height. A month after getting the headset I gave away my real-world desk. Рабочие столы виртуальной реальности, такие как Immersed, размещают или помещают вас в среду или в пространство, такое как космический корабль, горная охотничья хижина или же какой-нибудь умиротворённый лесной храм или умиротворённый храм в лесу и проектируют монитор вашего компьютера или экран вашего компьютера перед вами. Вы можете растянуть свой монитор до огромных размеров, если вам хочется. Если вы хотите иметь настоящий стоящий стол, просто встаньте, и у вас займёт пару секунд поднастроить ваши мониторы до нужной высоты. После месяца использования гарнитуры я отдал свой настоящий письменный стол другим людям. Итак, VR Desktop – рабочий стол виртуальной реальности. Далее, Put – опять здесь звучит Put, можно себе даже запомнить. Это Put you in an environment. Почему здесь Put, а не Put? Потому что Desktops у нас множественное число. То есть помещают вас в среду, помещают вас в окружение какое-то или там ещё куда-то, ну не знаю как лучше. Мне нравится слово среда, оно самое такое понятное. И далее начинаются варианты с разными видами среды. Mountain Lodge. В данном случае Lodge – это не ложа. Горная ложа, как-то абсолютно не звучит. Здесь имеется в виду домик. Такой охотничий домик, хижинка какая-то, вот что-то в этом духе. Можно было бы сказать Cabin, конечно. Но Cabin – это бревенчатая хижина, которая не очень удобная для жизни. А Lodge – это такой вот домик в стиле швейцарских Альп. Далее Serene – умиротворённый. Можно сказать Peaceful. Далее Shrine. Shrine – это храм. Можно было бы говорить Temple, тоже было бы правильно. Но Temple – это что-то очень монументальное и большое. Shrine – это может быть что-то маленькое. Далее Project. Здесь очень великое искушение прочитать Project, как мы все привыкли. Но здесь Project. Почему? Потому что это действие. Это не Project, как проект. Это Project, как проектировать. Да, они абсолютно одинаково пишутся, но по-разному читаются. Проецировать. Сделать проекцию вашего компьютерного монитора. И опять Before You вместо In Front Of You. Далее Stretch. Растянуть. To massive proportions. Растянуть что-то до огромных пропорций. Здесь можно было бы поставить слово Huge. Тоже было бы верно. Далее, в принципе, всё ясно. Take a few seconds. Потратьте несколько секунд. То есть, или подождите несколько секунд. Далее. To flick your monitors. Поднастроить. Сдвинуть одним движением. Можно так говорить. Give away. Отдать безвозмездно. Отдать, подарить. You won't see your keyboard, so get ready for a hardcore, tough typing lesson. Try typing with a t-shirt over your hands and see how far you can get with zero visual feedback. Ты не будешь видеть своей клавиатуры, поэтому приготовься к серьёзному уроку набора вслепую. Или печатание вслепую с клавиатуры. Попробуй печатать, накрыв свои руки, футболкой. И увидишь, как далеко ты можешь продвинуться с нулевым визуальным фидбэком. Короче, с нулевым видением своих рук на клавиатуре. Переведём не дословно, но зато понятно. Итак, значит, ну, кейборд всё более-менее ясно. Get ready for. Обращаем внимание на предлоги. Приготовьтесь к. И далее hardcore. Hardcore мы все знаем, что это такое, что это что-то жёсткое, что-то такое суровое очень и всё такое. А далее вот это что? Touch typing lesson. Touch typing. Ну, lesson могло не стоять. Нас в основном вот этот touch typing интересует. Это печать вслепую. Или, если правильно говорить, набор вслепую. Далее нам предлагают положить футболку на руки и увидеть, как далеко вы продвинетесь. Или как далеко вы сможете продвинуться. Здесь можно даже будущим временем переводить. Почему бы и нет. Ну, а далее наша фантазия. С нулевым видением рук. Нужно понимать, что это контекстный перевод. И ясно, что если у нас будет речь идти о чём-то другом, нужно будет нулевое видение, там, ног. И я там знаю, чего ещё. Почему, собственно, фидбэк и не переводят? Потому что очень удобное слово. У нас нам придётся говорить обратная связь от какого-то объекта, от пользователя или чё-то такое. Ну вот в английском есть прекрасное слово feedback. Едем дальше. Вокруг вас почти ничего не двигается, поэтому укачивание не будет такой большой проблемой, как было в демо-версии американских горок в виртуальной реальности, которую я однажды скачал. Итак, что у нас здесь? Здесь очень интересно сделано отрицание. Его, по сути, не видно. There is barely anything moving around you. Но первое, что бросается в глаза здесь anything, стоит в повествовании, что как бы намекает, что здесь не всё так просто. И действительно здесь не всё так просто, потому что у нас стоит barely, едва ли. А это из тех слов, которые могут при определённых обстоятельствах заменять нам отрицание. Здесь можно было бы сказать так. There is nothing moving around you. И это было бы то же самое. Но поскольку barely нам даёт манёвра, он показывает нам, что не совсем так ничего уже, но почти ничего. Можно было бы сказать there is next to nothing. То есть почти ничего. И это было бы то же самое. Далее. С точки зрения грамматики здесь тоже очень интересно то, что не совсем понятно, что такое moving. Это у нас present participle или у нас present continuous? У нас же is стоит. Но с другой стороны у нас there is. А there is – это обычно, ну скажем так, статичность какая-то. То есть нет динамики, нет процесса, и уж тем более не будет present continuous. Поэтому здесь это present participle. То есть дословно получается так. Едва ли что есть что-либо, двигающееся возле вас или вокруг вас. Здесь интересная получается такая коллизия. Далее. Motion sickness – это то, что у нас укачивание. То, что происходит с нами на аттракционах, в транспорте. Далее. Has proven to not be as much of an issue. Потрясающее выражение. Главное – ничего не забыть. Значит, здесь у нас present perfect. Ну ладно, present perfect – прекрасно. Далее. Что за proven? Это linking verb, так называемый. Prove to be. Это из серии since to be, appears to be, turns out to be и все их аналоги. То есть его можно игнорировать. Можно и перевести как «Оказалось, что укачивание не проблема». Далее вроде бы to, и все нормально, и вдруг у нас not вылазит. Что оно здесь делает? Ну, здесь отрицание, ничего не поделаешь. В принципе, можно сказать has not proven to be. Ну, ради бога. Но технически это правильно. А вот с точки зрения смысла это будет немножко другая структура уже. И другой смысл. Не оказалось быть. Или оказалось не проблемой. Он делает то, чего во всех учебниках говорят, что делать нельзя. Not не может разрывать инфинитив. Ни в коем случае. Всегда черным по белому, еще жирным выделяют обычно. Ни в коем случае так не делайте. На самом деле люди так делают. И, ну, это жизнь. Поэтому правило можно нарушать. Нужно знать, когда и как. Значит, если мы не хотим, конечно, нарушать правило, мы скажем has proven to be not as much of an issue. То есть not, в принципе, могло стоять и вот здесь. То есть как вариант, если мы говноеды и мы не хотим ни в коем случае никого, ничего нарушить. Почему он так сделал? Он автор, ему так хочется. Он считает, что так можно. As much of an issue. Вот это as much. Почему as? Потому что вот еще одно as. У нас сравнение, по сути. У нас сравнение с отрицанием, которое можно было бы переговорить с обычной сравнительной степенью и сказать, что motion sickness has proven to be less issue. То есть оказалось меньшей проблемой. И тогда нам не надо ставить as, не надо ставить much, не надо ставить off. Much of an issue есть просто выражение такое. То есть большая проблема. Иными словами, big problem. Rollercoaster. Это американские горки имеются в виду. Далее demo. Демо-версия. И далее that one time. Зачем нам that? В принципе, можно сказать once. Но можно и так. That one time, чем плохо. That нам дает разговорности. И он когда-то там я скачивал. Вот такой смысл. Едем дальше. The battery lasts only an hour or two by itself, but I'm still deep in cyberpunk. Have a look at our article about the battle for who will represent the cyberpunk future. And now I get to leave that future by jacking a charging cable right into my face. Батареи хватает только на час или на два. Но я так глубоко увяз в киберпанке. Дальше в одно предложение. Мы сейчас его проигнорируем. И сейчас я живу уже этим будущим, тыкая зарядным кабелем прямо в свое лицо. А теперь посмотрим, что стоит между двумя тире. Взгляните или прочитайте нашу статью о битве, которая решит, кто будет представлять будущее киберпанка. Здесь ссылка, поэтому, если кому интересно, можете в оригинале пройти и почитать, что за статья такая. I'm still deep into cyberpunk. То есть можно говорить, что я глубоко увяз. Можно говорить, что я глубоко увлечен. В общем, как кому больше нравится. А можно говорить, что я живу. Постоянно живу в киберпанке. Несмотря на всю сложность этого предложения, несмотря на все эти все подвыперты, тем не менее, здесь все с точки зрения грамматики, ничего такого особенного нет. Ну, просто оно длинное. Нужно всегда помнить, если у нас что-то выделено двумя тире, с двух сторон, это абсолютно левая фраза, абсолютно левая мысль, которая приплетена сюда в предложение. Ну, автор так захотел. Почему бы и нет? Но когда мы читаем и видим, что предложение архидлинное, и вот здесь еще только не хватает какой-то вводной фразы, мы можем игнорировать все то, что стоит между тире, перевести, дочитать, понять все остальное, а потом вернуться и, если нам уж так интересно, дочитать то, что находится между тире. И далее обращаем внимание, очень интересно, вот здесь. Get to live that future. Можно говорить, что я начинаю жить в этом будущем. Можно говорить, что я живу в этом будущем. Тут как кому тоже больше нравится. Здесь get to, по большому счету, это have to. Мне приходится жить в этом будущем. Можно и так это понимать. То есть в каком-то смысле get здесь притворяется модальным глаголом. Он не модальный глагол, но поскольку get вообще волшебное слово, поэтому он может даже такое творить. Далее buy путем или при помощи. Почему buy стоит? Потому что на самом деле это buy means of. Никогда не забываем, что значит buy. А дальше понимаем, как хотим. Ну, можно почитать характеристики этого гаджета и понять, о чем идет речь. Ну, в общем, тыкая-втыкая, зарядный кабель прямо себе в лицо. По-видимому, эта хрень заряжается от нашего тела. Итак, здесь я остановлюсь. Это уже была вторая часть. Ссылка на первую стоит в описании видео. Естественно, будет третья часть. Статья вроде бы как интересная. Поэтому я постараюсь ее как-то дочитать. Ссылка на оригинал и на PDF и на мои художества также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.